Проблему с нехваткой учебников в этом году, как другие семьи в стране, ощутила и семья Аиды Абтабалиевой. Для ее дочки-второклассницы школа выдала всего лишь четыре учебника. Остальные им придется докупать. «Нам не хватило учебника по математике, литературе и кыргызскому языку. Книги мы будем покупать, лишь бы ребенок получал качественное образование и не отставал от своих сверстников. Сегодня в школе будет ярмарка книг. Сейчас мы постараемся найти здесь недостающие учебные пособия для ребенка». На балансе школы-лицея инновационных технологий номер пять столицы имеется более 32 тысяч учебников. Острая их нехватка ощущается по такому предмету, как физика за восьмой класс. Квота по выдаче книг осталась прежней. Это 250 единиц по предмету. Несмотря на то, что количество учеников с каждым годом растет, чтобы облегчить эту нехватку, в школе придумали ярмарку книг. «Ярмарку книг. Ярмарку книг. Ярмарку книг. Ярмарку книг. Ярмарку книг». Ежегодно после того, как мы разуем книги ученикам, 6 сентября школа организует ярмарку учебников. Классы постарше продают свои старые учебники младшеклассникам. Цены фиксированы, не превышают 100 сомов. Это отличная альтернатива, чтобы родителям и ученикам не приходилось искать по всему городу нужный учебник. В Кыргызстане вопрос о нехватке учебных книг для школьников страны стоит остро. Представители Министерства образования отметили, что эта проблема существует уже не первый год. Заместитель министра образования рассказал, что причиной нехватки книг является то, что большинство учебных пособий уже устарело. Также имеется брак в новых напечатанных книгах. При этом отмечается демографический рост населения. В этом году нам кабинет министров выделил из республиканского бюджета 152 миллиона сомов. Также от аренды книг на сегодняшний день поступило 172 миллиона сомов. И в целом 324 миллиона сомов на сегодняшний день имеется на печатание школьных книг. По данным Министерства образования, дефицит учебников составляет примерно 30%. В основном это учебное пособие для начальных классов, где обучение ведется на русском языке. По словам начальника управления школьного и внешкольного образования, в текущем учебном году учащиеся с 1 по 4 классы будут полностью обеспечены новыми учебными книгами. Что касается старших классов, проблема не так критична. У 5-6 классов она не актуальна, так как им предоставлены новые напечатанные книги. 7-8 классы получат книги, которые в настоящее время находятся в процессе печати. Ожидается, что в течение 2-3 месяцев они будут поставлены в школы по всей стране. Государство уже выделяет средства на это, хотя ранее возникали финансовые затруднения. Но мы пока не можем гарантировать, что к концу года проблема с дефицитом в 30% будет полностью решена. Депутаты Джорку Кенеша также обсудили этот вопрос на очередном заседании. Они отметили, что родителям приходится искать книги на рынках для своих детей. Нальдеп Мерлан Самой Хаджо предложил спонсировать издательство. Издание книг за счет зарплат депутатов Джорку Кенеша для решения данной проблемы. Это крайне важно для будущих поколений. Необходимо 5 миллиардов сомов. Я предлагаю инициативу. Мы можем пожертвовать из своих зарплат. Мы можем начать эту работу. А частные компании, предприниматели и спонсоры могут также присоединиться и оказать поддержку сектору образования в обеспечении учебными пособиями. Начальник управления школьного и внешкольного образования отметил, что инициатива спонсоров всегда приветствуется. Однако, выделенные государством средства смогут покрыть дефицит. На данный момент нет проблем с недостатком средств на производство книг. Если в процессе дальнейшего планирования понадобятся дополнительные средства, государство их выделит. Мы уже находимся в процессе подготовки учебных книг. Специалисты Минобразования отметили, что школьные книги необходимо обновлять каждые 5 лет. Так как за это время в науке и в учебных стандартах активно происходят обновления. И при этом не менее 50 книг, которыми пользуются школьники в обучении, уже устаревают. Директор Республиканского научно-практического центра ОКУ Китеби отметила нехватку хороших авторов учебников. Особенно по направлениям естественных наук. На сегодняшний день нехватка учебников ощущается, конечно, прежде всего по стэм предметам. Это вот точные науки, естественно, математический цикл. На сегодняшний день мы уже провели экспертизу национальных учебников, наших крыганских авторов по предмету математика, биология, география. И они должны пройти апробацию, и после этого будут включены в перечень и рекомендованы для использования. Общий дефицит учебников в Кыргызстане составляет 2 миллиона экземпляров. В текущем году за счет выделенных 152 миллионов сомов из республиканского бюджета и 172 миллионов сомов, полученных от аренды учебников, типография Учхун намерена распечатать 1 миллион 278 тысяч школьных учебников. Благодаря модернизации оборудования, производство книг увеличилось с 1 тысячи экземпляров за смену до 10 тысяч.